Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Испания в трауре. Количество жертв продолжает расти, как мир реагирует на теракт в Барселоне. Полиция без нравов. За что сотрудники Харьковского аэропорта вымогали деньги у иностранцев? Служебный Лексус у одного из руководителей нацполиции, который предпочитает серьезные автомобили, украли элитный джип. Как ищут? Нападение в Финляндии. Два человека погибли и несколько были ранены в результате нападения в городе Турку на юге страны. Неизвестные с ножами и криками Аллах Акбар бросились на людей в центре города. Пострадали по крайней мере 6 человек, 5 из них женщины. По словам очевидцев, одна из жертв была с маленьким ребенком в коляске. Нападающих, по предварительной информации, трое. Полиция открыла огонь по злоумышленникам. Одного из них удалось ранить и задержать. Остальные, вероятнее всего, скрылись. Правоохранители просят людей воздержаться от прогулок по центру города. Это может быть небезопасно. Но внимание всего мира приковано к шокирующим событиям в Испании. В Испании 14 человек погибли. Около 130 были ранены в результате теракта в Барселоне. Боевики атаковали центральную улицу города, где всегда много туристов. В службе гражданской защиты в Испании уже сообщили, погибли и пострадали граждане 34 стран мира. Украинцев среди них нет. Хронология событий в нашем материале. Барселона. Центр города. Четверг, 16.50. На этих кадрах видно, как люди переходят улицу. Вдруг они начинают бежать. О том, что они убегают от смерти, станет известно через считанные минуты. Белый фургон «Фиат» на скорости 80 км в час протаранил толпу и давил людей на улице Рамбла, в самом сердце города. Напуганные люди бежали и кричали. На их лицах была кровь. 80 км к северу Барселоны. Город Вик. Четверг, 18.30. Полиция нашла второй фургон, который террористы использовали для побега. Удалось установить и владельца машины. Это 28-летний марокканец Дрис Укабир. Но во время нападения он находился в другом городе. Испанские СМИ сообщили, документы у мужчины украли, а машину арендовали без его ведома. Главным же подозреваемым считает 18-летнего брата марокканца Мусу Кабира. Предполагают, что именно он взял в аренду фургон и, возможно, был за рулем. Юношу до сих пор ищут. Очевидцы сообщили полиции, как он выглядел. Молодой человек, ростом примерно 170 см, одет в белую рубашку с голубыми полосками. Во время спецоперации, кроме марокканца, арестовали еще двух мужчин, подозреваемых в причастности к нападению. Один из подозреваемых марокканского происхождения. Его арестовали в Риполе. Второй испанец из Мелилии. Сан-Джуз-де-Сверн. Около 10 километров от Барселоны. Четверг, 19.30. Еще один наезд. Автомобиль врезался в блокпост полиции. Пострадали двое правоохранителей. По водителю открыли огонь. Он погиб на месте. Причастен ли он к теракту, власти сомневаются. Камбриль с пятницы, час ночи. Прошло всего несколько часов после теракта в Барселоне, а террористы уже предприняли новую попытку нападения. На авто они таранили пешеходов. Правоохранители открыли по нападавшим огонь. Перестрелки всех пятерых ликвидировали. На нескольких из них были пояса смертников, но, как позже оказалось, фальшивые. В больнице от полученных травм погибла женщина. Семеро человек травмированы. Один из них полицейский. В городе Камбриль с террористы пытались повторить тот же сценарий, что и в Барселоне. Это была очень длинная и тяжелая ночь для нас. Я хочу выразить слова поддержки всем пострадавшим, поблагодарить полицию и всех, кто помогал. Я хочу выразить солидарность всей Испании с Барселоной, пострадавшей сегодня от джихадистского терроризма, который поразил ранее и другие города в мире. Ответственность за теракт в центре Барселоны взяло на себя исламское государство. Первые результаты расследования испанской полиции показали, что группа, совершившая теракты в Барселоне и в городе Камбрильс, состояла из 12 человек. Не нашли пока четырех, в том числе водителя микроавтобуса. Людмила Панасюк, Виктория Кушмерук. Подробности телеканал Интер. Сейчас в Барселоне находится моя коллега Ирина Иванова. Она с нами на прямой связи. Ира, здравствуй, появились ли новые детали? Что происходит в Барселоне сейчас? Добрый вечер, Наталья. Ситуация в Барселоне остается без изменений. Водитель фургона, намеренно убивший на этой улице более десятка людей, до сих пор не найден. Город понемногу возвращается к привычной жизни. Но в то же время появляются интересные подробности о теракте, который планировали террористы устроить накануне в туристическом городе Камбрильс. Оказывается, четырех из пяти злоумышленников убил один полицейский. Сейчас правоохранители утверждают, что ситуация в этом городе уже под контролем. Местные отмечают, что туристов на пляжах стало значительно меньше. Но в принципе им это не удастся. После обеда открыли проезд в центре города транспорту. Люди прогуливаются, снимают на видео место происшествия, возлагают цветы. Полиция буквально на каждом шагу. В городе также много журналистов. И несмотря на запрет местных властей, люди устраивают импровизированные демонстрации в поддержку пострадавших и против терроризма. Студия. Спасибо, Ира. Ирина Иванова была с нами на связи из Барселоны. Пока подозреваемый в последнем теракте находится в бегах, Франция усиливает контроль на границе с Испанией. А в адрес родственников и погибших, и пострадавших звучат слова поддержки и сочувствия со всего мира. Продолжит Татьяна Лагунова. Шок и скорбь. Теракт в одном из красивейших городов мира, куда миллионы туристов едут наслаждаться морем, солнцем и беззаботностью, не оставил равнодушным никого. Одно из первых своих соболезнований выразила канцлер Германии Ангела Меркель. А все немецкие политики договорились на несколько дней приостановить предвыборную кампанию. А именно не проводить развлекательные агитационные мероприятия. Мы не позволим этим убийцам изменить наш образ жизни. И как раз Барселона олицетворяет собой многое из этого образа жизни. Красоту, толерантность, встречи людей из разных стран. Терроризм может принести нам горечь и боль, но не сможет нас победить. Сегодня утром я говорил по телефону с канцлером Ангелой Меркель. Мы договорились ограничить предвыборную кампанию, отказаться от громкой музыки в знак солидарности с пострадавшими в результате теракта. В Германии, а также в Бельгии, в квартале, где находятся европейские институции, сегодня приспущены флаги. Минутой молчания еврочиновники почтили память погибших. Снова невинные люди стали жертвами трусливых и непростительных действий террористов, которые хотят подорвать наш образ жизни. Свои соболезнования по традиции в Твиттере выразил президент США Дональд Трамп. А потом там же добавил еще одну публикацию, которая уже вызвала шквал критики. Хозяин Белого дома посоветовал изучить успешные методы борьбы с терроризмом генерала Першинга. Согласно очень сомнительной и никем не подтвержденной легенде, во время Американо-Филиппинской войны, в начале 20 века этот генерал приказал расстрелять несколько десятков мятежных мусульман пулями, смоченными в крови свиньи, животного, которое в исламе считается нечистым. Чтобы таким образом якобы закрыть им путь в рай. Более сдержанно свои соболезнования выразил вице-президент США Майк Пенс. Соединенные Штаты осуждают это террористические акты, готовы помочь всем, чем возможно. Барселона должна знать, что все наши молитвы жертвами их родственниками, друзьями и жителями Испании. Резкое заявление прозвучало и в Варшаве. Министр внутренних дел Польши заявил, что в его стране такие теракты невозможны, поскольку она не принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки. И добавил, что Европу спасет только политика закрытых дверей. Впрочем, подобные провокационные заявления сегодня скорее редкость и исключение. Люди выражают соболезнования и не только политики, но и звезды спорта. Криштиану Роналду, Леонель Месси, Рафаэль Надаль и многие-многие другие опубликовали на своих официальных страницах слова поддержки родственникам погибших и пострадавших. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Скорбят по жертвам теракта и в Украине. Флаги над зданием посольства Испании приспущены. Люди приносят цветы. Киевляне соболезнуют родным и погибшим, а также пострадавшим в результате теракта в Барселоне. Мы опечалены и мы им сочувствуем полностью и понимаем, насколько им там печально и после этого тяжело. То, что в Барселоне, это опять подтверждение тому, что в мире неспокойно, что мы сидим все на бараховой бочке. То, что там произошло, в любой момент может и в Киеве произойти, и где угодно. ЦРУ еще два месяца назад предупреждала полицию Каталонии о возможных терактах. Об этом сообщает испанская пресса. Более того, в Центральном разведывательном управлении даже назвали улицу Рамбла среди возможных целей исламистов. Что же касается методов атак, то за последние два года террористы 8 раз использовали автомобили. О самых крупных нападениях в короткой справке. Ницца, лазурный берег Франции, разгар сезона. Во время салюта в честь Дня Бастилии 19-тонный грузовик протаранил толпу людей на знаменитой английской набережной. 86 человек погибли, более 300 ранены. Злоумышленник, выходец из Туниса, Мохаммед Лауэш Белель, был застрелен полицией. Берлин, рождественский рынок. На заполненную людьми территорию въехала фура. Под колесами погибло 11 человек. Более 50 получили ранения. Нападавший тунисец Ани Самри пустился в бега. Спустя 5 дней погиб во время перестрелки с полицейскими в Италии. Столица Швеции, центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в толпу людей и протаранил торговый центр. Погибли 5 человек. 14 получили ранения. Атаку совершил гражданин Узбекистана. Он задержан. Центр Лондона, мост возле Биг Бена. Автомобиль наехал на пешеходов. Погибли четверо. Еще 40 получили ранения. После этого водителю удалось добраться до парламента, где он ножом зарезал полицейского. Но потом сам погиб от полученных ранений. Опять центр британской столицы. Знаменитый лондонский мост. Трое джихадистов на микроавтобусе въехали в толпу. А потом выскочили и начали ножами резать людей. Погибли 8 человек. Ранены 48. Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Вскоре после этого налета фургон врезался в толпу мусульман в районе Финсбери-парк. На взятки в 90 тысяч долларов попался чиновник столичной госадминистрации. Вознаграждение глава одной из конкурсных комиссий требовал от преподавателя киевского лицея. Взамен обещал должность директора одного из учебных заведений. Задержали чиновника возле его дома. Полученные деньги были с ним. Грозит ему от 5 до 10 лет тюрьмы. А ближе к вечеру СМИ стало известно, что задержан Юрий Витомский. Это помощник нардепа-фронтовика Виталия Сташука. В мэрии пока не знают, будут ли искать ему замену, но пообещали, что конкурс на должности директоров школ проведут и без главы комиссии. Нардеп-фронтовик Максим Поляков снова отказывается выполнять решение суда, а именно надеть электронный браслет и сдать паспорта зарубежные и дипломатические. Сегодня в Соломинском райсуде Киева рассматривали ходатайство прокуроров САП об изъятии 304 тысяч гривен залога в госказну. Но слушание решили перенести на 31 августа. К слову, накануне этот же суд продлил Полякову меру пресечения. Обязал носить средства слежения и сдать документы, позволяющие пересекать границу. А также запретил без разрешения покидать пределы столицы. Я абсолютно уверен, что будет пытаться Ситник меня заарештовать. Я в этом не сомневаюсь. Я готова идти в тюрьму. Хай меня садят, хай доводят свои доводи. В очередной раз мы услышали, в том числе, со стороны защиты от их клиента, про то, что он не собирается выполнять эти обовязки, в частности, носение электронного засоба контроля, а также сдать паспорты, которые дают возможность выезда за кордон. Перенести заседание требовали и адвокаты, нардепы Борислава Розенблата. Сегодня Соломинский райсуд столицы начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения парламентария. Защита утверждает, что в первом вердикте о мере пресечения допущена ошибка в дате, поэтому проведение заседания сейчас невозможно. Но судья настояла на продолжение процесса. Вы нам просто скажите, какие клопотания рассматриваются и какие сроки, чтобы мы знали, от чего захочется. Это принциповая разница. Никогда в законе не предвидится, что прокурор должен вернуться на предыдущий, или за день, или за три в обовязковом порядке, но не позже, чем за пять. До конца обязательства. Прокурор выяснился с этим сроком до 17-го до 10-го. Я не знаю, что тут неизвестно. Громкое задержание по-тихому на Волыне. Работники прокуратуры якобы задержали главного таможенника Виктора Кривицкого. Вроде как за взятку. Но не то, чтобы раскрыть подробности, даже подтвердить, либо опровергнуть факт обысков и задержания, правоохранители не спешат. Как сообщил нам адвокат, сам Кривицкий сейчас в больнице, но под стражей. Все детали, которые удалось выяснить нам, в материале. Волынская таможня, утро, обычный рабочий день, но начальника на месте нет. Начальника митницы нет в данный час. Нет каких причин? Не отвечают для начальника и уполномоченные люди, поскольку официально об этом не сообщили даже им. Официально до нас только привезли ухвалу суду про дозволь на обшуки санкционированные. Эти обшуки, правда, вчера отбывались в кабинетах Волынской митницы ДФС. Рештой мы комментировать не можем. Пытаемся узнать хоть что-то у тех, кто вчера проводил обыски на таможне. Местные интернет-сайты пишут, что обыскивали не только кабинеты руководства, но и квартиру Кривицкого в Ковеле. Двухкомнатную, съемную. В областной прокуратуре информацию об обысках не подтверждают и не опровергают. Молчат и в других силовых ведомствах. В деле сплошные вопросы, например, почему добро на обыски давал Закарпатский, а не Волынский суд? И было ли достаточно оснований для их проведения? Инкриминуется ему отримание неправомерной выгоды в выгляде 50 долларов и 50 евро. По информации из источников правоохранительных органов речь идет о меченных купюрах. Они были в блокноте вместе с еще несколькими сотнями валюте. А расследование против Кривицкого началось с заявления двух жителей Закарпатской области, которые сообщили о том, что якобы дали взятку. Чем они подтверждают свои обвинения, неизвестно. В стороне защиту есть доказательства, я просто не могу вам сейчас сообщить, о том, что это было сфальсифировано и эти деньги были подкинуты. Мы даже знаем, каким это образом было сделано. Задержание Кривицкого очередное звено в цепи расследований Волынской прокуратуры. В апреле, например, задержали инспектора этой же таможни и заявили о так называемой черной кассе. Но дело, по мнению бывших работников таможни, оказалось мыльным пузырем. Мы про черную кассу так само, да, там было, что затримывали, вывучали кошты, было много голоса, но на самом деле выголосили, что это кошты там приватного предприятия. Срок держания по страже Кривицкого заканчивается завтра. Прокуратура должна либо ходатайствовать об избрании ему меры пресечения и обосновать это, либо начальник Волынской таможни выйдет из постражи. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Волынская область. Громкие обвинения, показательные задержания и никаких результатов. В МВД, к примеру, подобное шоу устраивают регулярно, но пиар не единственный бонус борцов с коррупцией от полиции. Это еще и неплохая возможность заработать. Буквально на днях мы рассказывали о скромном служащем главного следственного управления МВД Дмитрии Бути. Мы заинтересовались несоответствием его имущества и задекларированных доходов. Как оказалось, способов подработки у него в запасе немало. Как заработать на дом, квартиру, машину, попасть в поле зрения американского посла и не попасть в поле зрения антикоррупционеров, выясняли наши журналисты. Горениче – небольшой поселок в 20 километрах от Киева. Здесь находятся десятки элитных особняков звезд шоу-бизнеса и чиновников из высших эшелонов украинской власти. Хотя вот этот дом в 300 квадратов, например, принадлежит не министру, не депутату, а простому замначальника управления главного следственного управления Дмитрию Буту. Точнее, уже его отцу. Хотя сложно представить, что заработав, согласно декларации за 2013 год, 34 тысячи гривен, можно позволить себе такое имение. И даже за весь семейный бюджет в 210 тысяч гривен такой дом не купишь. На сегодняшний день дом с ремонтом в селе Горяныче может колебаться стоимость где-то от, если мы говорим о хороших местах, где-то от 200-250 тысяч долларов. Также это может быть цена реально и 300, и 400 тысяч долларов. Дом с хорошим ремонтом может стоить и полмиллиона долларов. В декларации уже за 2015 год Бут указал, что его супруга купила две квартиры общей площадью 200 квадратных метров, а также два гаража. Ведь в собственности семьи два автомобиля Volkswagen Touareg. Правда, уже через год жена следователя подарила все приобретенное своей маме. По данным журналистов-расследователей, эти квартиры находятся в элитном районе Киева, Новопечерских липках. Квартира площадью 100 квадратных метров на Новопечерских липках может стоить, если мы берем объект без ремонта, от 2100 долларов до 2500 долларов за квадратный метр. Там конкретно цена паркоместа от 30 тысяч долларов до 60 тысяч долларов. И это еще не все владения семьи Бута. В 2015 году в СМИ появилась информация о том, что следователь забыл указать декларации базу отдыха на Бердянской косе. Хотя он даже оставлял свои координаты в объявлении о продаже имения площадью 360 квадратов почти за полмиллиона долларов. Согласно описанию, база позиционируется как гостевая вилла с двумя кирпичными двухэтажными домами на 12 номеров. В том же году журналисты-расследователи получили выписку из реестра прав собственности на указанный дом. Владельцем там значилась, очевидно, мать Дмитрия, Татьяна Бут. Это тогда подтверждал и сам следователь. Он принадлежит моим родителям. И я помогал им в ее продаже. Они просили, чтобы я... Потому что они пожилые люди боялись. Раньше она была оформлена на меня. Исходя из всех доступных деклараций, в 2013-м семья Бута заработала чуть больше 200 тысяч гривен. В 2014-м уже больше двух миллионов. В 2015-м еще на 500 тысяч больше. Но эксперты говорят, что даже при таких доходах уровень жизни Бута не соответствует его отчетам. Мы видим, что на зарплату, скажем, у працанника полиции так жить не можно. Но мы видим, какие он имеет остатки. И все понимают, что там хабаре аж зашкаливает. Даже вот такая примитивная математика показывает, что человек крадет очень много. Потому что на ту зарплату, которую он отримает, он должен ездить на стареньком жигуле и ходить почти по пинжакам, которые протерли карминал. Известным на всю страну Бут стал после громкого задержания в Кабмине экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского. Но вот в определенных кругах его фамилия давно ассоциируется с заказными проверками и наездами на предприятия. А проще говоря, рейдерскими отжимами. В 2013-м, уже будучи следователем налоговой инспекции Деснянского района, он фигурирует в конфликте с компанией «Игровые технологии». Они отжимали помещение. Бизнесмены рассказывали, вломились с десяток налоговиков, начали обыск. Почему не объяснили, а их адвоката просто избили. Если это как-то идет с разнарядки свыше, то, возможно, это тоже имеет место быть. Но доказать такой вариант почти невозможно. Потому что там начинается круговая порука. А ворон ворону глаз не выклюет. Не Киевом единым. Фамилия Бута также фигурирует в одесской истории. Два года назад его подопечные, сотрудники главного следственного управления, ночью штурмовали офисы компании почетного консула Словении Владислава Бурды. Остановили весь этот цирк одесские патриоты и телевизионщики. Но самая яркая история – это попытка захватить ресторан «Мандарин». Там почти сутки, ссылаясь на фиктивное решение суда, незаконно изымали документы и финотчеты. Ни одного из представителей самого ресторана к процессу не допустили. В эту историю вмешался тогдашний посол США в Украине Джон Тефт. Так как один из владельцев ресторана был гражданином Америки, дипломат не допустил завершения наезда на земляков. И вот после десятка таких историй остается вопрос, почему подобные личности до сих пор не на крючке у НАБУ. И в НАПК и в НАБУ мы направили запросы. Проверяют ли они именно этого человека на предмет коррупции? И даже если сам следователь знает, что здесь его руководство за него все решит и дело возбуждено не будет, то может ли он быть уверен, что после истории с попыткой отжать американский бизнес, за ним не следят спецслужбы США? Ведь там таких кадров всегда держат в поле зрения, как их покровители в МВД и выше. И кто из-за таких, как БУД, сможет доказать, что в Украине идут реформы, борются с коррупцией и рейдеры исчезли? Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности телеканал Интер. Наши журналисты готовят следующий материал по этому яркому персонажу. Как он восстановился в МВД с такой кредитной истории, кто из судей помогал ему в этом деле и кто до сих пор помогает ему рейдерить бизнес в Украине? Мы расскажем и покажем. Историями о полицейской коррупции в последнее время никого не удивишь. Только вчера в аэропорту Киев задержали на взятке начальника отделения полиции. Вот сегодня новый эпизод, теперь уже в аэропорту Харькова. Там попались полицейские вымогатели, они предпочитали зарабатывать на иностранцах. Что предлагали туристам и чем шантажировали, знает Светлана Шекера. Двух сотрудников Слободского райотдела полиции, которые несут службу в аэропорту, задержали с поличным. У пассажиров, прилетевших из Стамбула, капитан и капрал требовали деньги. Взяли 3800 гривен. В прокуратуре говорят о налаженной схеме. Примерно по 50 долларов человека граждане Турции платили только за то, чтобы беспрепятственно выйти из здания аэропорта в город. До нас приездили туристи на 2-3 дни. Правоохоронцы пояснивали гидам, что мы прифронтовая зона, что у нас очень посилены заходы безопасности. И если туристические агенции не хотят, чтобы их клиенты втрачали в аэропорту почти неделю из тех двух дней, которые они собирались пройти у нас в Харькове, то необходимо немного заплатить. В СБУ добавляют, за деньги полицейские закрывали глаза и на поведение туристов, и на то, что они везут в чемоданах. За 4 месяца правоохранители сняли с иностранцев 30 тысяч гривен. Вчера при виде бойцов спецподразделения, которые прибыли на задержание, они бросились в рассыпную. Пытались избавиться от крупных сумм в карманах. В туалете был оборудован специальный тайник. В схеме были задействованы не только рядовые сотрудники полиции. По предварительным данным, они делились с начальством, которое их покрывало. Во время обысков в кабинетах и дома нашли еще почти 130 тысяч долларов и полмиллиона гривен. Двое полицейских сейчас под стражей. Я думаю, что до конца сегодняшнего дня у нас уже будут оголошены подозрения, и завтра мы пойдем до суду с глупотанием про обороняя за побежным заходом. В полиции поведение своих сотрудников не комментируют, только устно сообщили. Подозреваемые отстранены от работы, идет служебная проверка. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Прощай, Лексус. У замглавы нацполиции Александра Фацевича угнали служебную машину, причем элитную иномарку. Все произошло в минувшую пятницу, но известно стало только сегодня. Почему и как ищут авто топ-полицейского? У одного из главных копов страны угнали автомобиль. Служебный Лексус. Об этом сообщил журналист Сергей Мальнев у себя на странице в Фейсбуке. Указал немало деталей. И номер авто, и номер кузова, и что машина 2004 года выпуска. А исчезла 11 августа ночью. Хотя заявление об угоне поступило в полицию только пять дней спустя. Почему медлил Александр Фацевич? Журналист не исключает, возможно, пытались по-тихому решить вопрос с угонщиками. Но что-то пошло не так. Исчез железный конь Фацевича из этого двора. Здесь, в Софиевской Борщаговке, по данным все того же журналиста, живет водитель заместителя главы нацполиции. Чуть позже информацию об угоне подтвердил и главный коп Сергей Князев. Его заявление появилось на сайте нацполиции. Он сообщил, что «Лексус» внешне выглядел как гражданское авто, без опознавательных полицейских знаков. На поиски дорогой пропажи бросили подразделения Киевской области и близлежащих регионов. Как это происходит при любом угоне, уверяет Князев. И добавил, гарантирует, что внедорожник найдут. Вот бы такая гарантия при каждом угоне машины, а не только полицейской служебной. Но вопросов по-прежнему много. Почему служебное авто ночью в пятницу было припарковано во дворе жилого дома? Из-за чего так долго не сообщали об угоне? И вообще, зачем полиции такие дорогие машины? Цена на эту модель 2004 года выпуска сейчас около 20 тысяч долларов. Новая в разы дороже. Да и в обслуживании внедорожник не дешевый. И расход топлива немалый. Около 20 литров. Интересно, сколько подобных служебных машин премиум-класса есть еще у нацполиции? Мы направили запрос в ведомство. Ждем ответа. Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки. Один сегодня. Боевики около 30 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО. На Луганском направлении обстреливают Крымское, на Мариупольском, Марьинку и Богдановку. На Донецком горячие точки это Авдеевка и Зайцево. Впродовж двух минулих дней оккупанты активно обстреливали Зайцево с легкой оружием. И постраждали как житловые будинки, так и господарские будильни. Руйнования были довольно серьезные. Деякие будинки полностью сруйнованы. От ситуации в зоне АТО и выполнения минских соглашений напрямую зависит жизнь и работа людей на Донбассе. Об этом говорили сегодня в Рубежном. Это город неподалеку от линии соприкосновения в Луганской области. Там праздновали 100-летний юбилей завода Заря. Как повлияли последние события на работу одного из старейших предприятий нашей страны? Подробнее в материале. В столетиях им завода Заря для прифронтового рубежного общегородской праздник. Для жителей это не только место работы, но и семейное дело. На Заре сложились целые династии. Директор по развитию завода говорит, что его дедушка и бабушка рассказывали, как рождалось предприятие. А пик расцвета пришелся на 2010 год. Сейчас это для нас как бы градообразующее или бюджетообразующее производство. Горнодобывающее, металлургическое. Это, скажем, 75% мы торгуем по экспорту. На экспорт продукции она в Европе, в Америке. Военные действия на востоке Украины коснулись и рубежного. В 2014 году завод остановился в целях безопасности для жителей города в связи с производством взрывчатки. Но простой был недолгим. Через месяц цеха снова запустили. И до сих пор предприятие является градообразующим и одним из крупнейших налогоплательщиков. При этом «Заря» взяла на себя и социальные обязательства. Мы финансируем на сегодняшний день парк микрорайона Южный. Мы финансируем реакерационную зону «Заря» на озере Песочное. Мы финансируем детско-юношескую спортивную школу «Заря». Это более 300 занимающихся детей. На сегодняшний день мы финансируем уже несколько лет подряд детско-оздоровительный лагерь. В Кременной там вот в этом году отдохнет более тысячи человек. Это предприятие социально ориентировано, социально ответственно. И это очень важно, особенно в нашем здешнем регионе, поскольку люди действительно находятся в тяжелом положении. И надо их поддержать. И морально, и материально. И завод с этой задачей справляется. Этому заводу сам Юрий Бойко дал 18 лет. Прошел путь от мастера до директора. И сегодня главная задача политиков, говорит лидер оппозиции, обеспечить безопасность и сотрудников предприятия. В условии для этого выполнение минских договоренностей. Это путь только мирный. Это путь проведения возврата территории людей. Это путь дорожной карты принятия законов с нашей стороны политических. Законов по особому статусу, пусть на какой-то период. Пусть это будет не навсегда, а на период восстановления инфраструктуры. На той стороне в первую очередь. То есть это введение миротворцев на линию разграничения, чтобы прекратились обстрелы, безопасность, дальше политическое урегулирование. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Тревога из-за возможной холеры в Николаеве нарастает. Сейчас местные власти срочно ликвидируют места стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбой. Также готовят информационные таблички для тех, кто рискнет искупаться в водоемах. Напомню, в центре Николаева обнаружили возбудитель холеры. Опасная бактерия таилась на дне реки Ингул 22 года и может попасть в другие водоемы страны. Медики пока не зафиксировали случаи заражения, но не исключают возможность пандемии. Никакой холеры в Украине нет, уверяет глава Минздрава. А если появится, то, по словам Ульяны Супрун, медики будут готовы. Об этом она заявила перед сегодняшним заседанием правительства. На нем, кстати, о проблемах здравоохранения не говорили. Зато отчитались о ремонте дорог, о реформе дошкольного образования. Ирина Романова расскажет подробнее. Заседание правительства пришлось перенести со среды на пятницу из-за рабочей поездки в регионы, объясняет премьер. И сразу же делится впечатлениями от встреч с местными властями, бизнесом и жителями Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. Люди ставят вопросы о том, что они ждут пенсионной реформы, как наследие подвищения пенсии. Через повернение с Днепра мы имели долгую разговору вместе с президентом. Позиция президента есть однозначная. Все те, кто будет заважать развиваться бизнесом, есть врагами. Меньше палок колеса бизнесу, больше отчислений в бюджет, уверен премьер. А значит, больше денег и на ремонт дорог. К 2020 году, обещает Владимир Гройсман, большинство из них будет в идеальном порядке. Пока же приглашают руководителя Украфтодора отчитаться текущей реконструкции. В этом году, докладывая слова Мирновак, отремонтировали уже 600 километров. Благо денег достаточно более 9 миллиардов. Но если раньше дорожники гнались за количеством, то теперь больше контролируют качество. Главу Крафтодора за трибуны сменяет Лилия Гриневич. Хвастается успехами в реформировании дошкольного образования. За три последних года, говорит, удалось сократить очереди в детсады. В 2014 году у нас в черзе было 95,5 тысяч детей. На порозе этого учебного года мы имеем немного больше, чем 65 тысяч детей в черзе. Никто не имеет права из маленьких детей привчать и стоять в черзе. Поэтому, особенно с 2020 года, и это наш приоритет, мы должны создать все 100% необходимых мест в детские сады. Обещает премьер также повышение зарплаты учителям, но в перспективе. Пока же министры ограничились снижением тарифного времени. На четверть сократили норму потребления газа для тех, у кого нет счетчика. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Повысить соцстандарты до реального прожиточного минимума требует нардеп от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По словам политика, инфляция за этот год уже съела все повышения минимальных пенсий и пособий. Исправлять ситуацию нужно немедленно. Поэтому оппозиционный блок потребует уже в сентябре рассмотреть законопроект о повышении минимальных соцстандартов. В частности, минимальной пенсии до 3,5 тысяч гривен, что равнозначно показателям 2013 года. Горячая новость. В Днепре загорелись склады, макулатуры и пластика. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Черный дым виден за несколько десятков метров. Работников соседних предприятий жилого сектора эвакуировали. Из-за задымления и сильного пламени спасатели долго не могли попасть внутрь помещения. Слышны были даже взрывы. Взлетали на воздух газовые баллоны, которые используют на предприятии. Сейчас пожар локализован, но пока до конца не потушен. В Узгороде суд решает, что делать с пятью задержанными за кражу солярки. Два дня назад мы рассказывали о дельцах, которые умудрились украсть 18 тонн солярки прямо из трубопровода. Топливо они перекачивали к себе во двор. Детали этой истории узнали наши корреспонденты. Горное село Соль. Здесь часто бывают туристы. Поэтому, когда ничем не приметный дом купили приезжие, якобы под дачу, соседей это не удивило. Там ремонт делали где-то неделю. Все из Узгорода, все из Узгорода кто-то купил, никто фактически не знает. Стену внутри дома дельцы снесли, чтобы можно было поставить огромные бочки. В них закачивали солярку. Топливо поступало вот по этому шлангу. Тянулся он два километра до трубопровода, по которому перекачивали солярку. Именно работники по обслуживанию трубопровода обнаружили нелегальную врезку. Вызвали полицию. Сегодня задержанными избирали меру пресечения. Их подозревают в краже в особо крупных размерах. По предварительным данным, они украли солярки почти на 2 миллиона гривен. Общаться с журналистами не хотят. Прокуратура требует оставить всех пятерых задержанных под стражей. В отношении четырех решение уже принято. Содержание в СИЗО либо залог 320 тысяч гривен каждому. Сейчас заседание продолжается. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. И самые последние новости из Барселоны. Каталонская полиция обнародовала фото четырех подозреваемых в причастности к теракту. Все они, предположительно марокканцы, в возрасте от 17 до 24 лет, проживают в провинции Реполь. Еще четверо подозреваемых, напомню, уже задержаны. Беспрецедентные меры безопасности введут в Киеве. Ко дню независимости связано это не только с праздником, но и с визитом главы Пентагона. Джеймс Мэттис планирует принять участие в торжествах и встретиться с президентом Порошенко, а также с министром обороны Полтораком. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова